Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Красочные вагончики, уставшие с дороги, решили прокатиться по сказочному львову на чудо-поезде, отложив пешую прогулку на другой день. Даже дождь не смог испортить настроение. Голос аудиогида, звучавший из динамиков, увлек в водоворот истории, интересных фактов и легенд. Серый от дождя, но от этого не менее величественный львов, завораживал и манил прогуляться, и даже заблудиться в его таинственных узких улочках. Вернувшись после часовой экскурсии на главную площадь города, мы решили попасть в обитель городских властей. И желание наше оказалось легко осуществимым. Двери ратуши открыты не только для чиновников, но и горожан и гостей города. Нам посчастливилось пообщаться лично с самим городским головой, Андреем Садовым. За чашечкой какао он рассказал нам о том, как проходит подготовка к Евро-2012. В Международном аэропорту Львов уже построен новый пассажирский терминал. Реконструируется взлетно-посадочная полоса и старый аэровокзал. С особой гордостью пан Садовой рассказал про стадион «Арена Львов», который официально открылся 29 октября 2011 года. Этот объект вырос за городом, на пустыре и потянул за собой развитие целой индустрии. Предусмотрена новая транспортная развязка, скоро появятся парковки, зона отдыха. Львовяне по праву гордятся новой ареной. Рездво в Львове – это уже наш бренд. Мы теперь будем его подселивать через Ватикан, потому что мы наши ялинки ставим в Ватикане. Это будет в всех основных церквах, это будет в резиденции Папы Римского, в резиденции кардиналов. И мы будем это максимально промывать, потому что это выгодно для нас. Мне приятно, чтобы украинцы до Львова приезжали и видели Рездво. Это таинство народа маленького дитата, эта перемога добра над злом. Когда есть красивые колядки, когда есть вертепы, когда народ подпочивает щиро, радостно. Ну что ж, подчаевничали с бургомистром, а именно так в старину здесь называли мэра города, пора и честь знать. Пользуясь случаем, поднимаемся на башню ратуши. Вот уж откуда открывается чудесный вид на город, и сразу видно фронт работ на ближайшие дни. Итак, Львов – город высококультурный. Это ясно даже тем, кто не знает его истории. Вы не поверите, но в XIX веке недалеко от Львова добывалась нефть. Черное золото позволяло не думать о хлебе насущном, поэтому наука и искусство имели шансы развиваться быстрыми темпами. Именно здесь появилась первая газовая лампа, и стремительно строились театры и открывались музеи. Сегодня самыми популярными театрами являются Львовский оперный и театр имени Марии Заньковецкой. Но мы решили открыть для себя новый, современный театральный Львов и отправились в Академический Духовный Театр в воскресенье. Без посещения музеев тоже не обойтись. Выбор их, к счастью, огромен. Тут и арсенал, и аптека-музей. Мы останавливаем свой выбор на музее сакральной барокковской скульптуры Иоанна Пинзеля. Располагается он в бывшем костеле Кларисок, который сам по себе является памятником архитектуры. Налюбовавшись творениями львовского Микеланджело, украинского маэстро, не знавшего себе равных в 17 веке, сумевшего создать неповторимую и самую оригинальную пластику в искусстве, движемся дальше. Следующим музеем, привлекшим наше внимание, стал Равлык. Что ждать от места с таким названием? Оказалось, что музей этот настолько мал, что по его узким лабиринтам можно двигаться только гуськом. И очень медленно, ну прям как улитка, то есть Равлык. Модные новости не могли обойти вниманием также музей нестандартный, патриотично-креативный. В музее-ресторане «Сало» национальный продукт возведен в культ. В музее можно увидеть голубое сало Владимира Сорокина, экспонаты Леси Подеревьянского, группы «Синие носы», а также многих других представителей современного арта на заданную тему. Продегустировать скульптуры из сала и конфеты «Сало в шоколаде». Но есть здесь творения, которые не едят. Например, самое большое в мире сердце из сала. Его уникальность еще и в том, что оно работает, прокачивая через себя жидкость. А специальные датчики фиксируют давление 110 на 90. С 10 на вихідник с 12 до 6 нам працює музей, після 6 до 11, а на вихідник до 2 мы працюем как водка-бар. Если вы придете до 6, вы получаете экскурсию, дегустацию сала и напиль. Горелку, пиво, пиво, посиль. Если вы придете после 6, вы получаете 56 видов горелки, очень вкусные стравы и чудовый настрой. Айболіту пришла зміна. Новый доктор – это дитина. Он лечит всех зверяток, тушит ребят и девчаток. Неболейка. Новая книжка Андрея Будяка. Салон краси Лилия – это турботливые руки майстров и современные технологии. Для вас все виды перукарских услуг, разнообразные косметологические процедуры для тела и обличия, все виды маникюра и педикюра. Салон краси Лилия – это гарант вашей красоты и хорошего настроения. 208 15 22 Салон краси Лилия – это гарант вашей красоты. Да уж, после посещения таких музеев от чего-то путаются мысли. И аппетит отгоняет их от прекрасного. Благо, Львов кулинарный не менее интересен, чем Львов культурный. Кофе, шоколад, пиво – вот те пазлы, сложив которые воедино, мы получаем вкусную картину Львова. Город пропитан ароматом кофе. Кажется, что тут появилась не только первая агасова лампа, но и первая калужанка кавы. 20 кружек в день – как вам это? Да-да, у львовян, наверное, даже в анализе крови можно обнаружить постоянное присутствие кофеина. Уважающие себя и традиции своего края, пани Тапановы, каждое субботнее утро начинают с посещения кавьярни. Ароматный кофе, свежая газета, неспешная беседа, по-домашнему вкусная выпечка, особенно пляцки, и время словно останавливается. Забегая вперед, хочется отметить, что волшебную атмосферу львовского субботнего утра может затмить только утро воскресное. Когда каждый житель в любое время года, невзирая на погоду, отправляется на службу. Каждый в свой приход. Но вернемся от пищи духовной к пище насущной. Шоколад или чоколада – чоколядка. Вот второй элемент кулинарного Львова. Ведь еще в Средневековье город славился сладостями, а в XIX веке львовский шоколад уже экспортировался во все уголки Европы. Львовская мастерская шоколада, пользуясь старыми технологиями, сумела воссоздать волшебную формулу. И теперь снова маленькие бумажные пакетики с львовскими конфетами дарят частицы атмосферы этого города всем. Если вы не причисляете себя к сладкоежкам и вам больше по вкусу янтарный напиток, то для вас увлекательным станет хмельной тур по Львову. На протяжении веков возникла и сегодня продолжает жить специфическая львовская культура употребления пива. Так же, как и Прага или Мюнхен, город создал свои особенности. Пиво не просто пили, его смаковали. За пивом рождались музы, которые, правда, в этом же пиве и тонули. Настоящим расцветом пивоварения и культуры питья пива был XIX век. В 1862 году в городе работало около 40 пивоваров. В ней традиции Львова документально подтверждены с початка XV столетия. Когда цех пивоваров львовских вернулся до Бургомиска, для того, чтобы он взвесувал каких-то конфликтных отношений между собой. Всего часа мы можем приобретать еще в любви к пиву и сною в XIX столетии. Да уж, приобщиться к такой пивной диаспоре почтет за честь каждый. Если ты снискал признание среди персонала ресторации «Кумпель», умеешь правильно и достойно употреблять, тебя торжественно посвятят в члены клуба. Именная кружка, личный сейф под нее и гарантированное посадочное место – вот одни из немногих привилегий, что будут вам пожалованы. Главный же плюс – вы всегда сможете отведать свежесваренного бурштинного напою. Ностальгия по Австро-Венгрии читается в интерьере заведения, а в меню – непонятные для дончанина названия блюд. Впрочем, не делающие их неприемлемыми для гурмана с востока страны. Теткин рондель, карман для волова, чесникового зупа, флячки, пострух смаженный на ронделе, кунжутни рурки. Блюда, прежде чем попасть в меню, проходят через желудок владельца ресторана и только получив достойную оценку, уходят в народ. Нема никакого эффекта. Мы открыли ресторан в стиле, в львівскому стиле, в стиле цього ресторану. Бере джерела с Часиловской Угорщины. Мы повторили типовый стиль львівского ресторана, который был 100 лет тому. Мы варим тут пиво, что також были предаманы Львову. Мы пробуем тут галицкую кухню, которая предамана нашему миску. Тут нема суши, тут нема китайской кухни, чи каких-то речей, которые не предаманы абсолютно галицкой кухне. Все, что вы тут спештуете, это то, что ели величан 100 років, 50 років, а сегодня едят. И це роблять засвечені кухарі, але просто домашній дежу. Ми вважаємо, що саме для цього люди приїжджають сюди, для того, щоб відчути цю побутову культуру нашу, для того, щоб відчути, як і житло нашу ментальність, наше побутове звичайне життя. Порой после плотного і сытного обеда начинаеш корити себя за нарушення колоража. І приходить в голову мысль, «Вот було б здорово, щоб все волшебним образом улетучилось і ні в коем случае не отложилось в бедрах». І тут, о чудо, узнаем ми о существовании клуба-ресторана «Триметлы». Це первое в Європі заведення, созданное по мотивам серії романов «Джоуан Роулинг» о Гарри Поттері. Гости кафе на вході получають плащи і волшебні палочки, а також імеють можливість принять участие в турніре трех волшебників і посмотреть матч по кведдичу. Кухня колдовського заведення предлагает посетителям попробовать магические блюда – бутерброды с червями, масло пива і золотой снич. Вот уж точно эти кушанья не отразятся на стройности фигуры. Ну а приехать во Львов і не посетить ставший уже легендарным ресторан «Кривка» – это было бы преступлением, оформленный в стиле настоящего военного убежища украинских воинов УПА с аутентичным дизайном и настоящей украинской кухней. Ресторан работает в духе антимоскаль, но в основном для этих же самых москалей. Впрочем, будь ты хоть шпион китайский, должен для порядку пройти обычный ритуал. На входе сказать пароль «Слава Украине! Героям слава!» Потом проверка хреновухой. И ты допущен святая святых. Ну а там держи ухо востро. Балакай украинскую. А ежели не знаешь языка, лучше сиди да помалкивай. И, боже, сбавь, если твой спутник таки окажется москалем. Расправы не миновать. Ну а напоследок заскочили мы в гости к пану Богдану. Он, как всегда, встретил хлебосольно и радушно. Поболтали, обменялись новостями. Выпили за вас, за нас и за Донбасс. Нет, это не дальний родственник. А если и так, то родственник он всем тем, кто хоть однажды побывал в львовском ресторане «Масоны». Но при этом умудрился попасть в это респектабельное заведение не через парадный вход, а через вход в соседние квартиры. Вот такой он, Львов. Полный загадок и тайн. Необъяснимый, чарующий, влюбляющий в себя с первого взгляда, с первого вздоха. Это химия, которую не объяснить и не описать словами. За ответом на вопрос «Почему я так люблю Львов?» Ты едешь туда вновь и вновь и влюбляешься еще сильнее. Медиапартнер программы «Журнал Дон Сити Пост». Медиапартнер программы «Журнал Дон Сити Пост».